Слава Украине! Привет всем от Полонского! Небольшой такой штрих из жизни Казахстана и Путина. Так вот, Путин только что заявил, что открытие памятника Александра Невскому в Алматы это большое событие в жизни Казахстана. Большое событие в жизни Казахстана. Знаете в чем прикол? Прикол в том, что Казахстан не давал никакого согласия на открытие памятника вот этому клоуну, Александру Невскому. У себя на территории. А памятник этот разместили на территории собора Российской Православной Церкви. Вот в этом, как говорится, весь русский мир. Навязчивый, бессмысленный и наглый. Опять-таки роль РПЦ. Посмотрите, это как пятая колонна. Она вот заползла, пустила раковые метастазы свои русского мира. И все, уже Александра Невского они туда причвалали. Он же у них святой, вы представляете? Святой предатель. Святой предатель, который получал ярлык на княжение в Каракаруме в свое время. Даже не в сарай ездил, как все обычные князья. А унизился до того. Он же, в общем, плазувал перед монголами. Ну, это все, все все знают. Ездил в Каракарум. Он сильно властолюбивый был. Хотел получить ярлык на великое княжение. Получил. Был 20 лет верной собакой на службе у монголов. Убил несчетное количество своих подданных, защищая интересы монголов. И провел две стычки. Две стычки, одну с шведами. Полностью изолгали эту стычку. Значит, российская история набрехала, что там был Ярук Бергер, который позже был королем. Не было его там на пушечный выстрел. Шведов там было то ли 17 человек, то ли 20. Но российской истории нужно было показать великую победу. Ну, показали еще одну. Ну, господи. У них вся история из брехливых побед состоит. Ну, и на Чудском озере было то же самое. Кстати, почему он Чудский, не Чудневский, а не Чудский, тоже непонятно. Потому что там все-таки немцев, если этих шведов было человек то ли 17, то ли 20, то, говорят, немцев было целых человек 50, и он их победил. То есть, ну, все-таки более значительная битва, да, чем вот эта вот там стычка 20 на 20, в которой даже Ярла Бергера не было. Ну, все, брехня от начала до конца. То есть, вот эта вся история показывает две вещи. Первая, это брехливость московитов, да. А почему, кстати, почему вторая, это роль РПЦ в продвижении брехливой истории московитов. И роль, вот, кстати, что касается нас, у нас есть их последователи. Это УПЦ МП, церковь, на которую пломбу некуда ставить, да, клеймани нашу ставить. Вот. И вот они продолжают этих Александров Невских. Я так понимаю, что для УПЦ МП вот этот вот крендель, как говорится, полумонгольский, тоже является... Я, причем, против монголов ничего против не имею. Я просто говорю, что он никакого отношения не имел к Руси, будем говорить так. Вот. Еще один момент, значит, почему они его так прославляют, да, давайте вот рассмотрим. Дело в том, что, оказывается, он является родоначальником московитского царства, Рюриковичей. И святым его сделали как раз в 1547, если я не ошибаюсь, поправьте меня, если я не прав. В 1547 году, это как раз, по-моему, воцарился этот князек у них, царек, точнее, Иван Грозный у них был такой, да, психопат и душегуб. Ну, как, собственно говоря, все московские князья. Кстати, тогда никакой России не было, вообще не слышали о таком слове. Это Московия, московиты, грязь, вонь, это все их нет, да, было тогда. Это потом, в 1721 году Россию уже выдумали. А пока же, вот пока мы говорим за 13 век, то был такой вот крендель Александр Невский, который присмыкался перед монголами, убивал своих, резал, грабил, насиловал и стал святым РПЦ. Очень органично, а сейчас ему влепили вот в Казахстане, говорю, храм. А сейчас ему в Казахстане памятник припендюрили. Братья казахи, смотрите. Вот за такими памятниками, потом эти памятники вручать едут российские танки. Будьте внимательны.